Внимание! Слушайте все! Говорит Танатус. Я не стану ручаться за правильность данного заявления, но мои контрольные датчики медленно выходят из строя, в результате чего я уже не могу разграничить, где факты, а где суеверия. Последствия электрического замыкания, которое, собственно, и явилось причиной последующих проблем, были устранены очень быстро. Логические сбои продолжали распространяться по всей системе, по мере того, как от перегрузки перегорели платы и выходили из строя субсхемы. Я рассматривал многие варианты. Думал даже, пусть эти поломки распространятся на всю систему, но потом решил вычленить и изолировать неисправную зону. Слушайте! SCP-1861. Команда подлодки Винтерсхаймер. Объект номер SCP-1861. Класс объекта. Кетер. Особые условия содержания. В случае появления SCP-1861 агентом МОГ с ближайшего аванпоста организации следует перенаправить движение транспорта в обход пораженной территории и изолировать гражданских лиц от взаимодействия с SCP-1861-B. Для обнаружения и изоляции SCP-1861-A выделяется особая группа. Поскольку SCP-1861-B невозможно уничтожить с помощью грубой силы, следует по возможности пользоваться дипломатическими методами недопущения похищений гражданских лиц. Внедренные в местные СМИ и редакции сайтов, предоставляющих метеосводки, агенты-дезинформаторы обеспечивают формирование официальной версии, согласно которой появление SCP-1861 – результат флуктуации атмосферного давления и большого содержания пыли в дождевой воде. Следует юридически оформлять смерть всех гражданских лиц, заходящих на борт SCP-1861-A. Причиной смерти при этом указываются суровые погодные условия, типичные для местного климата. Описание. SCP-1861 – аномальный метеорологический феномен, для которого характерны обильные осадки, состоящие из морской воды, человеческой крови и человеческой спинномозговой жидкости. Проявления SCP-1861 непредсказуемы, спонтанны и не коррелируют с естественным климатом и типичными погодными условиями местности, в которой появляются. Проявления, как правило, случаются от двух до четырех раз в год. Ареал явления достаточно обширный и охватывает множество областей планеты. Согласно архивным данным, SCP-1861 существовал как минимум в 1916 году. Площадь, охваченная феноменом области, меняется от случая к случаю. Наиболее крупное известное проявление охватило примерно 5000 квадратных километров. За исключением самого проявления, состава и очевидной связи с SCP-1861-A, SCP-1861 не обладает какими-либо аномальными свойствами. SCP-1861-A – подводная лодка, имеющая значительное сходство с подводными лодками класса B, которые эксплуатировали военно-морские силы Великобритании во время Первой мировой войны. В каждом случае SCP-1861-A пытается подняться на поверхность в достаточно крупном водоеме. Известны случаи всплытия SCP-1861-A как в естественных, так и в рукотворных водоемах. Если на охваченной феноменном территории нет ни одного достаточно крупного водоема, то SCP-1861-A появляется в любом скоплении воды, площадь поверхности которого больше площади верхней платформы SCP-1861-A с рубкой, даже если глубина такого скопления оставляет всего несколько сантиметров. SCP-1861-B — гуманоиды, которые появляются из SCP-1861-A во время действия феномена SCP-1861. SCP-1861-B одеты в закрытые скафандры, похожие на глубоководные скафандры, лишенные, однако, какой-либо видимой системы подачи воздуха. Все особи SCP-1861-B одинакового размера, сила и скорость примерно равны таковым у взрослого мужчины. Большая часть SCP-1861-B разумна и наделена даром речи, однако примерно 9% из них ограничены в интеллектуальном развитии, и их нельзя назвать разумными. Известны случаи, когда особи SCP-1861-B, способные к устному общению, подражали голосам домашних кошек, собак и младенцев. Скафандры SCP-1861-B аномально прочные и могут быть сняты только по воле носителя и с его помощью. В случае, если SCP-1861-B находит человека, особь пытается убедить субъекта подняться на борт SCP-1861-A, аргументируя это тем, что такое действие в интересах самого субъекта. В зависимости от характера конкретной особи SCP-1861-B, субъект может быть поднят на борт SCP-1861-A насильно. Поднявшиеся на борт SCP-1861-A субъекты появляются в ходе последующих феноменов SCP-1861-A, уже в виде особей SCP-1861-B. Выведенная за пределы области действия феномена особь SCP-1861-B быстро теряет силы и сознание, приходя в состояние полной неподвижности до тех пор, пока его не вернут в SCP-1861-A. По завершении SCP-1861-B все особи SCP-1861-B, а также SCP-1861-A пропадают, при этом выпавшие в виде осадков жидкости. Морская вода, кровь и спинномозговая жидкость при этом превращаются в обычную дождевую воду. Протокол интервью ДОК-1861-1 Опрашиваемый Особь SCP-1861-B, утверждающая, что является одним из членов команды судна. Интервью ведет Д-1861-36 Субъект получает вопросы от доктора Клатча посредством удаленной связи. Д-1861-36 был направлен на территорию, находящуюся под воздействием феномена SCP-1861 с целью допроса одного из SCP-1861-B. На всем протяжении беседы слышен ливень. Слова SCP-1861-B звучат приглушенно из-за водолазного костюма. Начало протокола. Д-1861-36 Кто вы? SCP-1861-B Сэммел Рэмзи с подводной лодки королевских ВМС Винтерсхаймер. Мы проводим эвакуацию. Пожалуйста, пойдем со мной. Здесь вам угрожает опасность. Почему? Что происходит? Никак не могу это доказать, но одно скажу точно. Если не пойдете со мной, умрете вернейшим образом, это не угроза, это предупреждение. Здесь случится что-то очень-очень страшное. Что? Что случится-то? Знаете, здесь вам придется мне поверить. Когда дождь перестанет, вам конец. Не шучу. Если не подниметесь к нам на борт, погибнете. На борту безопасно. Просто скажите, что случится, когда перестанет идти дождь? Я бы сказал, но не поверите. Да ну. Я, знаете что, понимаю, звучит совершенно дико, но это не обычный дождь. Он не от этого мира. Есть другой мир. Ужасный мир. И он просачивается сюда. И не смотрите на меня так. Сами же видите, дождь необычный. Густой и красный. Пожалуйста, поверьте мне, я просто умоляю. Вашу же жизнь пытаюсь спасти. Мне доводилось видеть, что с людьми бывает после такого дождика. И я пытаюсь спасти вас от такой участи. Пойдем со мной. Клянусь. Тогда мы оба доживем до завтра. Что это за мир? И давно такое происходит? Знаете, я хочу помочь. Голову даю на отсечение. Просто помочь. Но если не верите, мне придется пойти искать кого-нибудь, кто поверит и пойдет. Мне очень, очень жаль. Но я не могу стоять здесь и спорить, пока еще есть кого спасать. Конец протокола. Протокол интервью ДОК-1861-2. Опрашиваемый. Особь SCP-1861-B. Утверждающая, что является Д-1861-46. Интервью ведет. Д-1861-45. Субъект получает вопросы от доктора Клатча посредством удаленной связи. Д-1861-45 и Д-1861-46. Оба взрослые мужчины примерно 30 лет от роду. Были направлены в предыдущий феномен SCP-1861-B. В том случае, Д-1861-45 следовало избегать контакта с особями SCP-1861-B. А Д-1861-46 было указано подняться на борт SCP-1861-A. На всем протяжении беседы слышен ливень. Слова SCP-1861-B звучат приглушенно из-за водолазного костюма. Начало протокола. Д-1861-45. И откуда мне знать, что ты и вправду сал? SCP-1861-B. Могу сказать, что пароль это Боярди. Теперь убедил? Память у тебя, по крайней мере, его. Так что было, когда ты поднялся на борт? Внутри подлодки, по сути, один длинный и узкий коридор. Народу этого в водолазных костюмах там не протолкнуться. А еще и снаружи кого попало набрали. Теснота неимоверная. Пройти почти невозможно. Народу все прибавлялось, нас толкали дальше и дальше. Думал, вот-вот в стенку упрусь. Но коридор как будто безразмерный был. Мы так толкались примерно час. Потом народ перестал набиваться и люк задраили. И тут, ни с того ни с сего, в подлодке начала подниматься вода. Стоп, они тебя утопить пытались? Не знаю, мужик. Вода все прибывала и прибывала. Люди вопили, метались, толкались суматошно. Ужас, в общем. Эти в водолазных костюмах старались всех успокоить. Якобы это одна из мер безопасности. Всем раздали такие же скафандры, сказали надеть. Но мы и надели. Серьезно, какие у нас были варианты? Кто с домашними зверюшками или детьми пришел? Те их впихивали под костюм, чтобы не дать утонуть. Есть смысл. Значит, вы там так полгода торчали до очередного кровавого дождя? Кстати, нет. Ждать долго не пришлось. Тогда все совсем помешалось. Как только все облачились, они открыли люки и начали выпускать народ. Чего? Того самого. Сказали, правда, скафандры, пока не снимать. Типа, когда мы из лодки выйдем, без скафандров дышать будет нельзя. А все, кто остался на суше, будут мертвы. Когда вышел наружу, все было в точности, как час назад. Озеро, деревья, сарай для лодок. Все как было. Но... Что? Что-то изменилось? Трудно объяснить. Хотел бы я сказать, что все было как будто под водой. Но это только часть. Как будто все вокруг нас стало частью самой воды. Смотришь наверх и не видишь поверхности. Тянется все выше и выше. А деревья, сараи, они были не твердые. Как будто стали жидкими, но и с другой жидкости. Даже земля под ногами не твердая. Стоишь, словно плывешь, потому что она жидкая. Только плыть не надо. И хотя все вокруг было водой, озеро там определенно было. Как будто в этом озере жидкость более чистой жидкостности, чем вокруг. Прости, я тебя еще не совсем запутал. Не то чтобы очень. А смотри, доктор Клач хочет спросить, сколько вы там времени провели в таком виде. Все полгода мы так дневали и ночевали. Кто-нибудь снимал скафандры? Ясное дело. Особенно по первости, когда неразбериха и все боятся. Но стоило кому-то шлем снять, как сразу все тело, думаю, лучше всего сказать, растворяется. Вся плотность как будто исчезала. Они истаивали такой дымкой, сливаясь с водой, которая была вокруг. Форму они теряли, но было ясно, что они по-прежнему там плавают, не имея оболочки. Как вы там еду-то ели? Мы и не ели, и не спали. Дышали, вот и все. Коротали время в походах и беседах. Животных или других людей кто-нибудь видел? Вроде того. Плавают в метре-полутора от земли. Шерсть и волосы шевелятся, как под водой, но с места не сдвигаются. Течением не сносят, стоят себе на месте. Мужик, там все очень-очень странно. Трупы все эти, что люди, что животные, они были без глаз. Из глазниц течет в себе, кровь и растворяется в воде. А зубы, ну скажу, зубов не было, совру. Тут такими словами не отделаешься. Как будто кто-то выгрыз ту часть лица, где должен быть рот. Зубы, губы, десны, ничего нет. И никто ничего не объяснил. Эти люди, которые заманили вас на подлодку, они что об этом говорили? По большей части они там оказались так же, как и мы. Пошел кровавый дождь. Потом кто-то в скафандре велел лезть на борт. Потом хлоп и водный мир. Был там один мужик, правда. Говорил он, капитан той самой подлодки, Гершель Гатри. Корабль Королевского флота ВМС Великобритании Винтерсхаймер. Вот так он отрекомендовался. Но у него явно не все дома были. Редко когда говорил внятно. Если спрашивать про лодку, говорил, что это его ковчег. А про место этого Денистое говорил, что это Новый мир. А как он объяснял трупы без зубов и глаз? Всяким бредом, вроде глядящей за глазами и кусающей зубы, признал их достойными. И как тебя занесло обратно в реальный мир? Кстати, довольно внезапно. Как-то раз они пришли такой толпой, орут на всех, чтобы шли обратно на борт. Вроде как другая область под атакой, и надо спасать как можно больше людей. Ну, ладно. Странный водный мир, искореженные плавающие трупы, безразмерная подлодка. Как слышите, доктор Клач? Отлично. Кстати, Сал, ты почему еще не снял скафандр? Сал. Мужик, я боюсь. Уже не знаю, что за правду, а что нет. Блин, я даже не уверен, что до сих пор живой. Там есть такие скафандры, ходят как люди, но лают по собачьим или лепечат как младенцы. Нет, мы уже не те, кем были до скафандров. Прости, мужик, я не очень-то это понимаю, но прикинул, что знаю и сдается мне, мы больше не люди. Доктор Клач говорит, чтобы ты снял скафандр во имя науки и все такое. Мне страшно. Ты бы знал, как. Если я не человек, то кто? Если сниму шлем, то что увижу? В тот раз, когда мы вместе пошли под грозу, эти в скафандрах сказали, что кончатся дождь и нам конец. И знаешь что, там, в водном мире, я нашел тебя без зубов, без глаз. Я твой труп видел и подумал, может и правый эти с подлодки, может и вправду все погибли. И вот он, ты, стоишь тут, живой и здоровый, в голове не укладывается. Не пойму, что настоящее. Ну а что тебе еще остается? Залезть обратно в лодку и жить на дне морском до конца дней? Кто знает, может еще не поздно вернуться к нормальной жизни. На твоем месте я бы решил, что лучше смерть, чем этот беспросветный ад. Давай, снимай скафандр. Ладно. Раз, два, взяли. Конец протокола. Заключение. SCP-1861-B снял шлем, и изнутри скафандра полилась морская вода. Внутри не было найдено тело. Однако были найдены два глаза и полный набор зубов. Тест ДНК показал, что глаза раньше принадлежали восьмилетней девочке, а зубы благородному оленю, цервус элафус. Конец связи. Конец связи. Конец связи.